МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить о сегодняшних темах. Сколько будут брать? В России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Первый комментарий в нашей программе. Спорт крутых парней региональной федерации смешанных единоборств встроить далеко идущие планы. Брат на брата. В Рязани совершено библейское преступление. Начнем с дорог и правил передвижения по ним. Как известно, уже 4 дня в России действуют поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении правил дорожного движения. Итак, штрафы увеличились, наказания ужесточились, нулевой промилле отменили и так далее. Открывает сегодняшнюю программу просветительский материал от Оксаны Тебенихиной и Рязанской автоинспекции. Все в мире относительно, кроме зарплаты. Вот и Кодекс Российской Федерации, который априори должен защищать права граждан, стал играть с нами злую шутку. Изменение штрафной системы в Федеральном законе о безопасности дорожного движения особо ощутимо ударит по карманам неудачливых и нерадивых водителей. Взять, к примеру, сумму минимального штрафа до 1 сентября – 100 рублей, а после – 5 сотен. Право нарушений в сфере безопасности дорожного движения, которые непосредственно влияют на аварийность, это такие, например, как превышение скоростного режима, нарушение проезда перекрестка, то есть на запрещающий сигнал светофора, введена дополнительная часть статьи, то есть повторность. Если человек совершает повторно в течение года данное нарушение, там штраф увеличивается в разы. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора, если человек допускает такое нарушение, штраф в тысячи рублей, если он повторяет данное нарушение, штраф уже идет в размере 5 тысяч рублей, или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. То есть если человека лишили права управления за какое-либо нарушение, вернуть свое водительское удостоверение он может только после того, как сдаст экзамен по знанию ПДД. Весомый аргумент на не менее весомые нарушения. На самом деле система простая. Нарушил – оплати. Не понял, что нарушил – будь добр права. Хочешь права обратно – сдавай теоретический экзамен. Несмотря на то, что вступил в закон учили поправку, которая сказала, что 0,16 промилле должно быть и более, чтобы человека признали в пьяном виде, чтобы управлять транспортным средством, у нас по законодательству запрещено употреблять алкоголь, какие-либо другие вещества, которые вызывают опьянение. Или алкогольное, или наркотическое и так далее. А вот эта цифра 0,16 промилле, это делается расчет на погрешность измерения. Борьба с пьянством за рулем – история старая. И если любителей принять на грудь не пугает лишения, то штраф в тысячу евриков немного остудит пыл горячих автомобилистов. Но, как говорится, самый богатый контингент в России – курильщики, выпивохи и водители. Как бы ни поднимали цены на сигареты, водку, бензин и штрафы, денежка на это всегда найдется. С другой же стороны, народ наш возмущается до такой степени, что складывается ощущение, будто водители наши сплошь алкоголики. О радости за разрешение, говоря откровенно адекватных промилле, нет их предела. В связи с ужесточением ответственности за нарушение правил дорожного движения, энтузиасты и активисты движения за непорочную езду выступают с народными инициативами. Действительно, хамы, нарушители и откровенные негодяи на дорогах давным-давно надоели. Тем более, что при разборках на трассах вовсю и почем зря полят из травматики. Да и вот такие эпизоды, когда прямо среди дороги учиняют примитивный мордобой, тоже не редкость. Кстати, эти планы, снятые видеорегистратором, совсем недалеко от здания нашего ГИБДД. Так вот, эксперты от народа предлагают так называемый общественный контроль. Другими словами, предлагается как пешеходам, так и водителям дать узаконенную возможность сообщать в органы о нарушениях правил дорожного движения и, самое главное, прописать в нормативных актах сроки и регламент реагирования на такие обращения. Еще о дорожных полицейских, которые на самом деле не такие уж твердые, корыстные и жестокие, какими их показывают в некоторых сериалах. Например, сегодня рязанские инспекторы устроили целый детский праздник для учеников 16-й рязанской школы, рассказывает Глеб Галушкин. Дорожные полицейские провели для первоклассников 16-й школы урок, направленный в первую очередь на знания о безопасном переходе через автомобильную дорогу. Урок проходил необычно, в форме театрализованного представления, и ребята с радостью откликались на все происходившее в актовом зале. Красным глазом светофор на меня смотрел в убор, я стоял и молча ждал, потому что точно знал, если красный свет горит, пешеход всегда стоит. Сотрудники ГИБДД уже традиционно отмечают возросший уровень детского травматизма в первые учебные месяцы. По итогам 8 месяцев в Рязанской области зарегистрировано 260 дорожных транспортных происшествий, в результате которых 15 детей погибло, и 268 получили травмы различной степени тяжести. Конечно же, отправляя детей в школу, каждый родитель тревожится и думает, как дойдет, как доберется. Эта проблема особо актуальна, конечно же, для первоклассников. Поэтому в самом-самом начале учебного года мы всегда стараемся прийти к детям с беседами. Конечно же, для детей намного интереснее, и будем надеяться, что те знания, полученные в ходе этого спектакля, дети, конечно же, будут применять на практике. После театрализованного представления уже на улице сотрудники ГИБДД объясняли ребятам правила дорожного движения, а бывалые рязанские автомобилисты с интересом наблюдали за тем, как почти настоящая зебра переходила через дорогу. Если бы все старшие так заботливо относились к младшим, но жизнь суровая, а люди жестокие. К сожалению, так бывает очень часто. Первые преступления в библейской истории человечества, как известно, убийство брата братом, Каин и Авель, зависть и преступление. Так все начиналось на земле. Однако оставим седую старину в покое, вернемся в нашу действительность, где история повторяется с пугающей жестокостью. В Рязани погиб от удара, ножа, 23-летний горожанин, его убийца бежал, дальше информация от следствия. Подозреваемый в совершении преступления был установлен, однако еще до приезда сотрудников правоохранительных органов ему удалось скрыться. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемого удалось задержать спустя 10 дней. По версии следствия, между братьями, которые проживали в одной квартире, на бытовой почве постоянно происходили ссоры. В тот день также у них произошел конфликт. В ходе ссоры старший брат, который проходил военную службу в одной из горячих точек, нанес младшему удар ножом в область Лурди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Спорт. Вот лучшее лекарство от депрессии, тревоги, множества болезней и даже от глупости. Тяги к спиртному с дальнейшими последствиями. Как известно, недавно подписано соглашение о развитии в Рязанской области такого современного и невероятно популярного в мире вида спорта, как смешанные единоборства, английская аббревиатура ММА. Сегодня в нашу студию мы пригласили целую представительную делегацию наших атлетов и тренеров по ММА во главе с президентом региональной федерации. Вот фрагмент экспресс-интервью. Анатолий, ну расскажите, вот что было самого интересного и важного в мире рязанского ММА в конце лета? Было подписано соглашение в августе, в начале 12-го, и при приезде Федора, и это было основное, как бы его мотив приезда сюда. Почему? Потому что Рязань все-таки славится своими бойцами. Вот, в Рязани был проведен в мае месяц семинар, и вот здесь все, кто ребят присутствует, прошли этот семинар, аттестовались, и у нас порядка 12 тренеров, аттестованных по Рязани. И, в принципе, как бы есть двигаться вперед, к чему двигаться. И поэтому, в общем-то, было принято решение союзом ММА России подписать соглашение. Вот, также есть у нас очень хороший повод для этого. Это строительство центра смешанного боевого единоборства. Алексей, вопрос к вам о последних мероприятиях вот в жизни рязанского ММА. За проведенное время, за 12-13 год, из выездов у нас был первый чемпионат России, который проводился в Подмосковье, чемпионат СФО в Ярославле, чемпионат России уже в этом году, который проходил в Челябинске. Готовятся люди у нас на Кубок России во Владивосток. 11-го числа состоится соревнование. А также проводим на местном уровне мероприятия. Уже провели 4 соревнования. 3 провели в Рязани. Открытые турниры, чемпионат города Рязани. А также один из последних турниров проводили в Рязанской области, в городе Спаски. Подробнее о развитии смешанных единоборств в нашей области в эту пятницу в программе «Время говорить. Итоги недели». А на сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова